МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Ахтубинск ТВ время новостей в эфире программа Ныне с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Особое внимание к проблемам учреждений образования. Исполняющий обязанности главы Ахтубинского района встретился с педагогическими коллективами школ и наметил первоочередные задачи, которые необходимо решить. Дачный урожай на рынок. Чем торгуют сегодня садоводы и огородники? Спорт не для слабаков, а Ахтубинцы в списке лидеров турнира по боксу, приуроченного в Дню России. И обо всем подробнее. Второй задачей после решения проблемы с водоснабжением исполняющий обязанности главы района Игорь Чевеленко считает помощь образовательным учреждениям. Он побывал в ряде школ и встретился с педагогическими коллективами. О проблемах, которые есть в школах, исполняющий обязанности главы Ахтубинского района знает не понаслышке. Игорь Чевеленко уже посетил не одно учебное заведение и имеет представление об их состоянии. Встреча с педагогическим коллективом школы номер 3 еще раз утвердила в мысли, что время перемен назрело давно. В полном объеме финансов для ремонтных работ пока нет, но с чего-то начинать надо. Школа номер 3 – одна из немногих, которая имеет котельную, отапливаемую углем. В этом году запланирована замена одного из котлов, и в следующую зиму в классах станет значительно теплее. Но педагогический коллектив заботит не только эта проблема. Спортивный зал давно нуждается в ремонте. А еще давняя боль педагогов – это дорога, ведущая в школу от Базарной площади. Там нет тротуара, и пересекать этот участок для детей небезопасно. Руководитель районной администрации разрешить все проблемы в одночасье не обещал, сказал, что со спортзалом решение будет найдено. Да и с дорогой надо что-то придумать. Это, конечно, полномочия города. Но две власти общий язык находят, а потому это уже половина решения проблемы. Следующий пункт рабочей поездки – школа номер 5. Здесь тоже свои проблемы, но это учебное заведение – одно из немногих, где не течет кровля. Директор Людмила Юсупова доложила о состоянии дел. В настоящее время коллектив беспокоит отсутствие ограждения. На территорию школы заходят коровы и лошади. Они поедают зеленые наслаждения и вытаптывают цветы. Игорь Чевеленко сказал, что это проблема большинства школ района. И решать ее необходимо, хотя бы потому, что это требование законодательства. Потихоньку начали изыскивать средства, делаем капитальный ремонт, сокрутовки, крышу делаем. Сейчас готовим проектно-сметную документацию на крышу и отмостки в Копьяре. То же самое делаем, оцениваем состояние всех школ. Елена Николаевна подготавливает сметы. Вот прозвучало то, что необходимо сделать забор. На заборы в школы в Ахтубинском районе нужно 18 миллионов рублей. Учитель химии и биологии посетовала на отсутствие реактивов. Как известно, ее предметы базируются на исследовательской работе. И наглядность в виде экспериментов делает урок зрелищным, а потому материал усваивается лучше. Еще в кабинете химии не работает вытяжка. Может, в масштабах района эта проблема и незначительная, а в масштабах школы очень даже важная. Руководитель районной администрации в решении этого вопроса пообещал помочь. И подчеркнул, что именно поэтому и затеял эту встречу. Он в курсе глобальных проблем. А хотелось бы еще знать и все нюансы. Конкретные вопросы, касающиеся конкретной школы. Надо сказать, что педагогов волновали разные темы. Люди задавали вопросы, касающиеся электроснабжения, газификации, несанкционированных свалок и вывоза мусора. На встрече в школе номер два собрались школьные учителя и воспитатели детского сада. В городе это единственное учебное заведение, которому прикреплено дошкольное учреждение. В детском саду самая большая проблема – это теплоснабжение. Игорь Чавеленко сказал, что она в стадии решения. В самой же школе необходим пожарный гидрант. В завершении встречи исполняющий обязанности главы района подчеркнул, что решать задачи, связанные с ремонтом школ, нужно и вполне возможно. И даже срок назвал – от четырех до пяти лет. Мы проехали уже большую часть школ района. Основная проблема – это ограждение школ. Вот я вижу. Капитальный ремонт где-то крыш, где-то фундаментов. И следующий вопрос – это замена окон во всех школах. Как я уже говорил, неоднократно на встречах. На замену окон посчитал управление образованием, нужно 88 миллионов рублей. На ограждение школ, чтобы их восстановить, 18 миллионов рублей. Сейчас Елена Николаевна Карпенко – это руководитель управления образованием – подготавливает программу поэтапного решения этих вопросов. Думаю, в течение пяти лет вопросы с капитальным ремонтом школ и заменой окон будут решены. На будущий год мы планируем в бюджете Ахтубинского района предусмотреть денежные средства для этих целей. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Александра Рыбала, Ахтубинск ТВ. Вчера, 19 июня, в 10 часов 30 минут, произошло отключение электроэнергии на насосной станции. Второго подъема Владимирской оросительной системы. Причина – возгорание травы на территории трансформаторной станции. Развитие темы у Владислава Лихворя. Неординарное происшествие произошло 19 июня. Начало было таким. На телестудию позвонил неизвестный гражданин и сообщил. Произошел взрыв трансформатора на электропостанции в районе станции Кочевая. Вокруг бушует пламя. Десятки фермерских полей останутся в такую жару без воды. Энергетики стараются ликвидировать пожар. Когда наша съемочная группа прибыла на место происшествия, сухая трава вокруг территории подстанции догорала. Внутри, за бетонным забором, горящей травы уже не было. Следов взрыва трансформатора не обнаружили. Трансформатор находится, по-моему, в рабочем состоянии. Он гудит, работает, значит. Сегодня, 20 июня, пробовали связаться с работниками энергопредприятия, выяснить причины возгорания, нанесенный ущерб, но тщетно. Попытки не увенчались успехом. Создалось впечатление, что эта подстанция ничейная, никому не принадлежит. Выдаем свою версию чрезвычайного происшествия. Около 10 часов огонь, шедший широким фронтом по сухой траве со стороны бывших брошенных дачных участков, пересек заградительную полосу противопожарной опашки, заросшей травой рогачкой. Через щели в заборы проник на территорию подстанции, где сухой травы было много. То ли защита сработала, то ли кабель действительно был взорван, но в 10.30 подстанция перестала подавать электроэнергию на запитываемые ею объекты. Примерно через полчаса приехала бригада энергетиков, и до 12 часов аварию устранили. А после пришел трактор и обновил противопожарную опашку. Этот сюжет можно было бы и не давать в эфир, ведь все обошлось благополучно. Трансформатор работает, как и прежние. Особого ущерба не нанесено. А могло быть и по-другому. И тогда понадобилось бы много времени и материальных затрат, чтобы подстанция заработала вновь. А в конечном итоге пострадали бы фермеры, сельхозпроизводители в связи с недобором продукции из-за недостатка воды, подаваемой на орошаемые поля водонасосной станции второго подъема. И в завершение сюжета. Сотрудники МЧС неоднократно сообщали в средствах массовой информации о пожароопасных ситуациях в регионе. Однако, как видим, не все граждане, проживающие на территории района, в том числе и руководители организаций, предприятий, выполняют правила пожарной безопасности на должном уровне. Владислав Лихварь, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. В шаговой доступности, но неудобной при расчете за покупку. Так назвал ближайший сетевой магазин 83-летний житель Ахтубинска Александр Прокопенко. Вчера он зашел в магазин за продуктами, а потом заглянул на студию. И все потому, что на кассе пенсионера долго не могли рассчитать, объясняя это отсутствием мелких денег. Извините, сдачи нет. Кто из покупателей не слышал такую фразу на кассе, держа в одной руке корзинку с продуктами, в другой – денежную купюру в тысячу или пятьсот рублей. Похожая история случилась и с Александром Прокопенко. Как обычно, за хлебушком и не только он отправился в ближайший сетевой магазин. Значит, пакет молока, эконом. Я один, поэтому я для себя, для одного выбираю. Баночку сметаны, баночку селедки тихоокеанской, малосольной. И в конце концов пошел, купил батончики в упаковке хлебные. Пришел на кассу. Стоит впереди одна женщина там уже рассчитанная, вторая тут рассчитывается. И я за ней. Вытаскиваю купюру тысячную. Она говорит, а мельче у вас нету? Нету. Ну, забирает она эти купюры и говорит, ждите в очереди. Оказывается, там женщина одна рассчитала, ушла, а вторая стоит, ждет очередь, пока с тысячи наберут ей сдачи. Естественно, что покупатели стали возмущаться. Ведь продавец обязан обслужить и сдачу выдать до копеечки. Сетевики даже слоган придумали, мол, всегда низкие цены. Но если цены низкие, значит и для сдачи покупателю деньги быть должны. Александр Павлович продукты в тот день купил, но в душе осадочек, как говорится, остался. В конце концов, я дождался, пока там прибежал кто-то, принес ей деньги. Рассчитала, продукты я купил, ушел. Хочу добиться, чтобы на день работы у них была масса денежной для сдачи с тысячных. А тут бардак. Требования покупателя не просто логичны, оно еще и законно, сообщили по телефону горячей линии. Оператор так и сказала, что если размена в кассе нет, то это нарушение. Это нарушение со стороны магазина. На размены в магазине у кассира должен быть всегда. То есть вам всегда должны дать сдачу. Любой суммы, которая у вас имеется, соответственно. Неважно, утро, вечер, они обязаны вам предоставить сдачу в любое время. Если не желаете на горячей линии оставить обращение, можете оставить жалобу в книге отзывов и предложений. Она находится в магазине в уголке потребителя. Уважаемые телезрители, все мы с вами являемся потребителями. И та ситуация, которая описывалась в предыдущем сюжете, наверное, многим из вас знакома. Вот как защитить свои права и какие у нас есть вообще права? Вот у нас сегодня в студии юрист Татаринов Александр Васильевич. Александр Васильевич, как быть в сфере услуг, всегда говорят, клиент прав. Но на самом деле это не всегда. Потому что, ну вот в предыдущем сюжете описывалась ситуация, дедушка долго ждал, когда ему дадут сдачи. Не было разменных денег у кассира в магазине. Безусловно, в данной ситуации закон стоит на защите прав потребителя. Потому что если мы приходим в магазин, то фактически мы заключаем договор купли-продажи. Этот договор обязательно к исполнению. И если, скажем, продавец ссылается на то, что у него нет сдачи и отказывается заключить договор, то это нарушение условий договора. То есть он не заключается. Не заключить такой договор продавец не имеет права. Это публичный договор. То есть все, что в магазине стоит на прилавке, может быть продано. Что касается действий возможных. Ну я уже сказал, что с точки зрения действующего законодательства, безусловно, покупатель прав. И если он хотел бы эту ситуацию решать до конца и в правовом поле, то можно обратиться, ну прежде всего, наверное, нужно обратиться к собственнику магазина, к продавцу и обратиться к нему. В администрацию. Да, к директору магазина. Соответствующие жалобы и, возможно, конфликт будет разрешен. Если, скажем, решение покупателя не устраивает, можно обжаловать это в суде, потому что это отказ заключить договор. И, наконец, у нас есть Роспотребнадзор, организация, которая контролирует все эти действия. И в данном случае продавца можно привлечь к административной ответственности. Это если мы говорим о правовом поле. А если мы хотим ситуацию как-то, в принципе, решить, потому что понятно, что та девушка, которая сидит на кассе и, может быть, и хотела бы продать этот товар, но не имеет наличности, ну, наверное, можно посоветовать следующее. Во-первых, сейчас существуют терминалы для обслуживания, можно пользоваться банковскими картами, можно сказать предпринимателям. А согласно письма Минфина, они обязаны обеспечить разменной монетой своих продавцов. Можно заключить договор со Сбербанком на обслуживание, и вам будет доставляться разменная монета в необходимом вам количестве, и вопрос будет исчерпан. Но я бы так ответил. Ну, я бы сказала, что данная ситуация, когда нет разменных денег, это не самая тяжелая ситуация, можно выйти из нее, найти решение. Но встречаются и другие ситуации, которые вот тоже ставят в тупик. Химчистки различные, автомастерские, там что-то. Не устраивает качество оказанных услуг. По тому же сценарию действовать? В этом случае работает закон о защите прав потребителей. Там четко оговорено, как можно обжаловать ту услугу, которая была оказана, ну, как потребитель считает, ненадлежащего качества. То есть, опять претензии пишутся сразу тому, кто оказал эту услугу, и если конфликт не решается на месте, то дальше вступает закон о защите прав потребителей. То есть, того, кто оказывает эти услуги, можно привлечь как к административной ответственности, так и можно решать вопросы в гражданском порядке и требовать возмещения вреда, который причинен некачественной услугой. Некоторые люди вообще не связываются с этим. Кто-то там обиделся, поплакал, соседу пошел. А вот обращаются в Роспотребнадзор, в суд люди очень редко. Как вы считаете, почему? Не хотят связываться? Ну, наверное, здесь две причины. Во-первых, наверняка не столь велики проблемы, которые создаются. Вот отсутствие тем, что не купил тот или иной товар, и человек просто не хочет терять на это время. Во-вторых, многие, наверное, не знают, где тот же Роспотребнадзор и куда обращаться. Вот тебе в магазине там не продали какой-то товар, или тебе оказали некачественную услугу, и найти Роспотребнадзор, ну, в Ахтубинске сложная вода, потому что подразделения в Знаменске находятся. Может быть, здесь какие-то сотрудники есть, потому что это подразделения, которые обслуживают Знаменск, Ахтубинский и Харбалинский районы. То есть уже не в Ахтубинске находятся, уже в сложности. А телевидение, мы привыкли к нашему Ахтубинскому телевидению, считаем, что оно во многом помогает решить наши проблемы, защищает нас. Поэтому то, что вот лежит на поверхности, то, что ближе всего, поэтому, наверное, в том числе потому, что вами доверяют, поэтому идут к вам. К вам, как к юристу, люди часто за подобными консультациями обращаются? Как быть, что сделать? Ну, как правило, когда речь идет о покупке какой-то в магазине, то к мне с такими вещами не обращается. А когда речь идет о дорогостоящих вещах, ну, скажем, продается некачественный телефон, или, скажем, происходит дорожно-транспортное происшествие, страховая компания не в полном объеме выплачивает ущерб, причиненный автомобилю. Да, с такими вопросами к мне обращаются часто. Удается решить? Да. Я думаю, что наш разговор был полезен для телезрителей. Спасибо. Будем в случае необходимости еще обращаться к вам. Да, конечно. Дачный сезон в разгаре. Излишки урожая садоводы и огородники несут на рынок. Что же они предлагают ахтубинцам, выясняла Ксения Маслова. Сезон урожая открыт. Уже есть первые плоды тяжелого труда. Только его излишки с комфортом продадут не все садоводы. Кто больше спросом пользуется? Ну, ягода сейчас. Малина и вишня, клубника. Все ягоды в основном. Клубника, Елизавета, Сашенька, два сорта у меня. И чем отличаются они друг от друга? Ну, один ранний сорт Елизавета, а тот попозже. Малина сорт я не знаю. Это привозная малина у меня с питомника, кусты. Желтая – это как бы абрикосовая называется, раненький. Ну, красная – химбатоп, ранний сорт. Выращиваю все. Также и клубника, и смородина. Ну, все кустарники. На рынке центральном места есть, но продавцов совсем мало. Говорят, все ушли на рынок хитрый. Условия лучше. В этом году бедненький рынок, потому что все ушли, в принципе, на хитрый. Здесь все развалили. Вот, покупатели и продавцы все ушли на хитрый рынок. А мы как бы по старым путям уже сюда, но рынок дешевый в этом году. У нас были здесь свои места закупочные. Вот, все, видите, развалили. Вот пришлось эти тряпки, лохмоты вешать. Стоять неудобно очень. Вот, придется, может быть, наращивать как-то, чтобы хотя бы за прилавок выйти, чтобы не жариться на солнце. Вот, очень неудобно, конечно. Ранняя спелая вишня, красная клубника, малина разных сортов – все это имеется в достатке. А вот дела с овощами обстоят куда сложнее. В основном вся овощная продукция выращивается овощеводами на полях. Продукции домашней крайне мало. Вы сами выращиваете? Да, сами. И как урожай у вас в этом году? Ну, не важный, но первый раз выбрали. Первый раз. Спросом пользуется? Нет, не очень. Это цукини, кабачок цукини. Самый вкусный. Быстро они поспили. Сначала холодно было, они росли. А сейчас они дружно растут. Поливать тоже надо, каждый день почти. Любят воду тоже. Что огурец, что этот кабачок. Воду любят. Это натуральный продукт, без химикатов, без всяких. Самое главное. Сейчас надо кушать натуральную пищу. Потому что в магазинах берем, это все химия. По словам садоводов, особую роль играет высокая температура воздуха. Но все же основной проблемой малочисленности домашней продукции из года в год остаются высокие тарифы на воду. В этом году у меня воды не стало в скважине, я желонила. Ну, зажелонили вода очень вкусная, не желтеет при нагреве. То есть она идет и чай, и сварить на ней что-то, приготовить еду. И для полива. В любом случае, о полноценных итогах этого лета можно будет говорить только через два месяца. Например, у тепличных культур, особенно томатов, шансы созреть точно есть. Ксения Маслова, Александр Рыбало, Анатолий Калинкин, Ахтубинск ТВ. 16 июня в спорткомплексе состоялся турнир по боксу, посвященный Дню России. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов. Три команды из Знаменска и две из Ахтубинска. Кроме ребят, занимающихся в секции по боксу, на ринг выходили и рукопашники. Спортсмены знают, что те, кто занимается рукопашным боем, отрабатывают не только бойцовскую, но и ударную технику. Подробности в заключительном материале нашего выпуска. Такие турниры по боксу в Ахтубинске снова возродились. Лет 20 назад подобных секций в городе было много. А теперь он вновь возрождается. Второй год ведет такую Мурат Кебедов. В этот раз он является главным организатором и судьей соревнований, которые начались с 8 часов утра в субботу. До открытия турнира уже состоялись первые поединки. Проигравшие вышли из круга, и им уже обеспечено третье место. Я Куршина Елена, мой ребенок Арпенко Алексей, участвует в чемпионате по боксу уже второй раз. Но, скорее всего, займет второе место, потому что он у нас очень сложный соперник. Тоже из нашей команды с рукопашного боя. Воробьев Никита, который займет первое место. И Рыбин Иван займет третье место. Все мальчики выступают очень хорошо, хотя в этом спорте мы как-то настроены на броски, на удержание, для того, чтобы ногой ударить. А здесь приходится только работать руками. Но дети все равно показывают хороший результат. И я думаю, что общекомандная, конечно, у нас будет, как всегда, первая. Объявлен технический перерыв, после которого продолжились поединки за первое призовое место. Наша команда пока лидирует по количеству побед. Ребята, на мой взгляд, подготовлены все отлично. Вот первый бой я выиграл, а второй сейчас еще ожидаю. На часах 12. Открытие турнира. Гости, представители спорткомитета, городского совета, губернаторы Астраханской области, Ахтубинского гарнизона поздравили спортсменов с открытием праздника. После открытия продолжились поединки уже конкретно за призовые места. Семен Дмитриев, рукопашник, встретился на ринге с боксером из команды Кибидова. Завершил поединок досрочно, нокаутом. На ринге Александр Маслиев в красном шлеме, рукопашник, и Александр Рубитель в синем шлеме из секции бокса. А этот поединок заслуживает особого внимания, считает Александр Шашмаков, тренер Ахтубинской команды рукопашников. Приезжали к нам гости со Знаменска, Адель Сапаров, тоже рукопашники. Хорошо провели поединки, заняли пять золотых медалей из семи. Очень хороший результат, достойно показали. То есть конкуренция была на высоком уровне. Даже привезли одного призера всероссийского турнира, Почелин такой был у них, который занял первое место, бился с нашим боксером. Заняли первые места Попов, Варначев. Понравилось выступление Варначева. Варначев хорошо провел два поединка, тоже достойно технике со стороны. Если посмотреть, просто технически провел поединок без нокаутов. Чистая работа на оценке и зрительная победа со стороны, как из судей, так и из тренеров, оценили, отдали победу ему чисто по техническим действиям. Ивану Рыбину выпало драться с более сильным противником из секции бокса. Сергей Варначов, рукопашник в красном шлюме, неоднократный чемпион соревнований разного уровня, встретился на ринге с другом по команде Павлом Деметьевым, тоже титулованным рукопашником. И этот поединок заслуживает внимания. Несмотря на юный возраст, Алексей Савченко в красном шлюме и Баклаушев в синем, спортсмены уже известны, многократные призеры по рукопашному бою. И технику боя бокса, считают их тренеры, отслуили неплохо. А это финальный поединок за первое место у Дмитрия Попова, чемпиона России по рукопашному бою. Завершился поединок победой Дмитрия. А сейчас на ринге два боксера. Одному 40 лет, Николаю Мисропову, а коллеге по команде Юрию Иванову 20. Заметна разница не только в возрасте, но и в весе. Юрий знал, что Николай на ринге работает по полной. Однако он же Иванов, а людей с такой фамилией. Никакие преграды не останавливают. Все три раунда Юрий Иванов выдержал и занял среди тяжеловесов турнира, посвященного Дню России, второе призовое место. Итог турнира по боксу. Третье почетное место заняли спортсмены секции бокса города Ахтубинска. Второе место завоевали в сложной борьбе команда знаменских рукопашников. И первое призовое насталось команде боксеров секции рукопашного боя Ахтубинска детско-юношеской спортивной школы. Владислав Лихварь, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова